На бюджетную сессию депутаты Горсовета собрались всего через пять часов после принятия бюджета государственного. Впрочем, голосование за главный финансовый документ страны практически не повлияло на то, как будет распределен бюджет городской. Как отметила начальник финансового департамента Татьяна Толкешева, проект изначально был прописан, исходя из принципов формирования доходной части и ночное голосование Верховной Раде никак не повлияло на количество источников. Незначительно лишь была увеличена субвенция на медицину и уменьшена на образование. В 2017 году по расчетам специалистов объем городской казны превысит 10 миллиардов, что почти на 2 миллиарда больше, чем в текущем году. Основные доходы 3,6 миллиарда градоначальники намерены получить от налога с физлиц, в том числе за счет увеличения минимальной зарплаты в два раза, а также за счет платы за землю – почти миллиард. Также нововведением этого года станет уплата ежегодного взноса в 25 тысяч гривен с владельцев квартир и домов, площадь которых превышает 300 и 500 метров квадратных соответственно. Что касается расходов, то традиционно наибольшие статьи – это сферы здравоохранения и образования. На них в сумме будет потрачено почти половину бюджета – 4 миллиарда. Причем львиная доля этой суммы – содержание больницы школ, зарплата непедагогическим сотрудникам. Что касается фонда развития, то на ремонт тех же школ и обновление материальной базы пока запланировано меньше, чем было потрачено в текущем году – около 60 миллионов. Фонд развития по многим программам в этом году существенно сокращен. Как всегда, мы переживаем за фонд развития программы образования города Харькова, здравоохранения и прочие социальные программы. При этом чиновники уверяют, что запланированные расходы предварительные. На социальную сферу, по словам Татьяны Таукешевой, как и в этом году, деньги будут направлять за счет перевыполнения доходной части бюджета. Как и в предыдущие годы, так и в текущем году на социальную направленность учреждений образования и здравоохранения и наших граждан города Харьков основная масса перевыполнения доходной части бюджета направляется. Я думаю, что мы ожидаем, если каких-то катаклизм не получится, по итогам полугодия мы все-таки перевыполним бюджет на 5,1%, что позволит нам пересмотреть показатели бюджета города Харькова. Что касается других статей расходов, то они не сильно изменились в сравнении с годом текущим. Так, на ремонт дорог запланировано 600 миллионов гривен, в три раза меньше на ремонт жилого фонда. Культура, социальная сфера, благоустройство – все сопоставимо с годом 2016. Это значит, что все работы будут проводиться в таких же объемах или даже меньших, с учетом инфляции. Кроме программы информатизации городского совета, на которую в этом году депутаты выделили более 10 миллионов, таким образом увеличив почти вдвое расходы. Харьковский городской совет – это все районы администрации. Это Харьковский городской совет. Это не Харьковский городской совет, вот замкнутое пространство, которое сейчас здесь нас, так сказать, объединило. Нет. Поэтому вы должны четко понять, что это не только для этого здания. Это и для других зданий и помещений. Еще из сомнительных расходов – помощь коммунальным предприятиям. В сумме она составит почти 900 миллионов гривен. При том, что по факту хищения средств должностными лицами большинства из этих КП открыты уголовные производства. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Продолжение следует...